Учиться никогда не поздно. В преддверии 1 сентября за партой сели сотрудники Ивановской Росгвардии. В течение недели правоохранители будут обучаться оказанию первой доврачебной помощи. Проверяем признаки жизни. Наличие дыхания. По методике вижу, слышу, чувствую. Прежде чем проверить дыхание, мы должны открыть дыхательные пути. Запрокинуть голову, выдвинуть нижнюю челюсть, открыть рот и наклониться. И в течение 10 секунд, наклоняйтесь, послушать, есть ли дыхание, посмотреть, есть ли экскурсия грудной клетки, посмотреть, есть ли поток воздуха. Если этого нет в течение 10 секунд, мы говорим, что он не дышит. Занятия проходят в Центре медицины катастроф. Курс рассчитан на 24 часа. Обучение длится неделю и включает в себя как лекции, так и отработку навыков первой помощи на практике. Прежде всего, они научатся определять перечень состояний жизнеугрожающих, отсутствие сознания, признаки клинической смерти, кровотечения, различные травмы, которые могут быть в том числе и у мирных граждан, и у бойцов Росгвардии при использовании в том числе оружия, специальных средств. Они научатся проводить базовую сердечно-легочную реанимацию, проводить мероприятия по обеспечению поддержания проходимости верхних дыхательных путей, проводить мероприятия по удалению инородных тел из верхних дыхательных путей, останавливать все виды наружных кровотечений, оказывать помощь при различных травмах конечностей, груди, живота, головы, оказывать помощь при ожогах, отморожениях, переохлаждениях, отравлениях. Правоохранители обязаны уметь оказывать первую помощь по закону, но с этого года ивановские росгвардейцы будут учиться более углубленно. Особенно полезно это для сотрудников вневедомственной охраны. По статистике, в ходе патрулирования улиц города на местах происшествия они чаще всего оказываются одними из первых, даже раньше скорой. Сотрудники групп задержания отдела вневедомственной охраны приезжают первыми по сигналу тревога на охраняемые объекты, на места совершения преступлений, где они должны оказать и быть грамотными для оказания первой медицинской помощи пострадавшим, потерпевшим и далее вызвать скорую помощь. Правильная и своевременно оказанная первая помощь часто является решающим моментом при спасении пострадавшего. Так что хорошая успеваемость по этому предмету буквально жизненно важна. Эти знания не будут лишними ни в служебной деятельности, ни в повседневной жизни. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.